Глава шестая Граф Илья Андреевич в конце января с Наташей и Соней приехал в Москву. Графиня все была нездорова и не могла ехать, а нельзя было ждать ее выздоровления. Князя Андрея ждали в Москве каждый день. Кроме того, нужно было закупать приданное, нужно было продавать подмосковную и нужно было воспользоваться присутствием старого князя в Москве, чтобы представить ему его будущую невестку. Дом Ростовых в Москве был нетоплен. Кроме того, они приехали на короткое время, графини не было с ними, а потому Илья Андреевич решил остановиться в Москве у Марьи Дмитриевны Охросимовой, давно предлагавший графу свое гостеприимство. Поздно вечером четыре воска Ростовых въехали во двор Марьи Дмитриевны, старой конюшенной. Марья Дмитриевна жила одна. Дочь свою она уже выдала замуж. Сыновья ее все были на службе. Она держалась все так же прямо, говорила так же прямо, громко и решительно всем свое мнение и всем своим существом, как будто упрекала других людей за всякие слабости, страсти и увлечения, которых возможностей она не признавала. С раннего утра в Куцовейке она занималась домашним хозяйством. Потом ездила по праздникам к обедни и от обедни во строгие тюрьмы, где у нее бывали дела, о которых она никому не говорила. А по будням, одевшись, дома принимала посетителей разных сословий, которые каждый день приходили к ней и потом обедала. За обедом, сытным и вкусным, всегда бывало человека три-четыре гостей. После обеда делала партию в Бастон, на ночь заставляла себе читать газеты и новые книги, а сама вязала. Редко она делала исключения для выездов и, ежели выезжала, то ездила только к самым важным лицам в городе. Она еще не ложилась, когда приехали Ростовы и в передней завизжала дверь на блоки, пропуская входивших с холода Ростовых и их прислугу. Мария Дмитриевна с очками, спущенными на нос, закинув назад голову, стояла в дверях залы и с строгим сердитым видом смотрела на входящих. Можно было подумать, что она озлоблена против приезжих и сейчас выгонит их, ежели бы она не отдавала в это время заботливые приказания людям о том, как разместить гостей и их вещи. — Графские? — Сюда неси! — говорила она, указывая на чемоданы и ни с кем не здороваясь. — Барышню, сюда, налево! — Ну вы что ли безите? — крикнула она на девок. — Самовар, чтобы согреть! — Пополнела, похорошела! — проговорила она, притянув к себе за капор разрумянившуюся с мороза Наташу. — Фу, холодная! Да раздевайся же скорее! — крикнула она на графа, хотевшего подойти к ее руке. — Замерз, небось! — Рому к чаю подать! — Сонюшка, бонжур! — сказала она Соне, этим французским приветствием, оттеняя свое слегка презрительное и ласковое отношение к Соне. Когда все раздевшись и оправившись с дороги пришли к чаю, Марья Дмитриевна по порядку перецеловала всех. — Душой рада, что приехали и что у меня остановились! — говорила она. — Давно пора! — сказала она, значительно взглянув на Наташу. Старик здесь, и сына ждут со дня на день. Надо, надо с ним познакомиться. — Ну да, об этом после поговорим! — прибавила она, оглянув Соню взглядом, показывающим, что она при ней не желает говорить об этом. — Теперь слушай! — обратилась она к графу. — Завтра что же тебе надо? За кем пошлешь? — Шиншина! — она загнула один палец. — Плаксу Анну Михайловну! — Два! — она здесь с сыном. — Женится сын-то! — Потом Безухову, что ли? — И он здесь с женой. Он от нее убежал, а она за ним прискакала. Он обедал у меня в среду. — Ну, а их, — она указала на барышень, — завтра свожу к Иверской, а потом и к Обершельме заедем. Ведь, небось, все новое делать будете. С меня не берите, нынче рукава вот что. На Меднии княжна Ирина Васильевна молодая ко мне приехала. Страсть глядеть! Точно два бочонка на руки надела. Ведь нынче, что день, новая мода. Да у тебя-то у самого какие дела? Обратилась она строго к графу. — Все вдруг подошло, — отвечал граф, — тряпки покупать. А тут еще покупатель на Подмосковную и на дом. Уж ежели милость ваша будет, я времечко выберу, съезжу в Марьинске на денек. Вам, девчат моих, прикину. — Хорошо, хорошо, у меня целые будут, у меня как в опекунском совете. Я их и вывезу куда надо, и по броню, и полоскаю, — сказала Марья Дмитриевна, дотрагиваясь большой рукой до щеки любимицы и крестницы своей Наташи. На другой день утром Марья Дмитриевна свозила барышень Киверской и к мадам Обершайме, которая так боялась Марьи Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжать ее от себя. Марья Дмитриевна заказала почти все приданное. Вернувшись, она выгнала всех, кроме Наташи, из комнаты и подозвала свою любимицу к своему креслу. — Ну, теперь поговорим. — Поздравляю тебя с женишком. Подцепила молодца. Я рада за тебя. И его с таких лет знаю. Она указала на Оршин от земли. Наташа радостно краснела. — Я его люблю и всю семью его. Теперь слушай. Ты ведь знаешь, старик-князь Николай очень не желал, чтобы сын женился. Нравный старик. Оно, разумеется, князь Андрей не дитя и без него обойдется. Да против воли в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты, умница, сумеешь обойтись, как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот все и хорошо будет. Наташа молчала, как думала Мария Дмитриевна, от застенчивости. Но в сущности Наташе было неприятно, что вмешивались в ее дело любви князя Андрея, которое представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто по ее понятиям не мог понимать его. Она любила и знала одного князя Андрея. Он любил ее и должен был приехать на днях и взять ее. Больше ей ничего не нужно было. Ты видишь ли, я его давно знаю и Машеньку твою заловку люблю. Заловки-колтовки, но уж это мухи не обидит. Она меня просила ее с тобой свести. Ты завтра с отцом к ней поедешь? Да приласкайся хорошенько, ты моложе ее. Как твой-то приедет? А уж ты с сестрой и с отцом знакома, и тебя полюбили? Так или нет? Ведь лучше будет. Лучше. Неохотно отвечала Наташа.